В эпоху, когда персональные компьютеры едва умели выводить зеленые буквы на экран, когда мобильные телефоны существовали только в фантастике, люди создали два космических аппарата, способных покинуть Солнечную систему. Их назвали Voyager 1 и Voyager 2. И эти путешественники должны были отправиться туда, где никогда не бывал ни один объект, созданный человеком. Их задача казалась простой – пролететь мимо планет-гигантов. Но позже по-настоящему важной стала другая миссия – выйти за границы того мира, где заканчивается власть Солнца, и стать первыми посланниками человечества в межзвездное пространство. Аппараты, которые были созданы в эпоху магнитофонов и ламповых телевизоров, продолжают жить и работать спустя почти полвека. Что странно, ведь за это время большинство их создателей успели выйти на пенсию, а некоторые даже в более дальние путешествия. Voyager 1 стал рекордсменом, самым удаленным объектом, который когда-либо создавала наша цивилизация. Но то, что происходит с ним прямо сейчас, еще удивительнее. В ближайший год он достигнет рубежа, который трудно представить даже тем, кто увлекается астрономией. Расстояние в один световой день от Земли. То есть, если бы вы включили межгалактический фонарик и направили луч света в сторону Voyager 1, он добрался бы до аппарата только через сутки. Представьте, технология 1977 года сейчас находится на таком расстоянии, что даже свет, самый быстрый известный нам феномен, путешествует целый день и ночь. Почему же этот момент так важен для науки? Что происходит с Voyager 1 прямо сейчас? Почему мы до сих пор получаем научные данные от аппарата, чем две домашние лампочки? И что будет дальше, когда Voyager 1 окончательно замолчит? На эти вопросы мы постараемся ответить прямо сейчас. Когда человек впервые узнает, что от Земли до солнечного света 8 минут пути, он удивляется. Когда слышит, что до ближайшей звезды свету требуется более 4 лет, начинает ощущать величие космоса. Но есть особая точка, в которой человек впервые действительно понимает, насколько мал он сам и насколько необъятен мир вокруг. Эта точка – один световой день. Рубеж, до которого доходит свет, отправленный из Земли целые 24 часа назад. Чтобы осознать масштаб этого достижения, сначала нужно понять, почему в космической науке расстояние измеряют не локтями, милями и даже не километрами. Мир за пределами Земли настолько велик, что астрономы давно отказались от привычных единиц. Свет движется со скоростью примерно 299 тысяч 792 километров в секунду. И именно его скорость стала универсальной мерой расстояния. Она удобна, хотя бы потому, что свет проходит предсказуемые и огромные дистанции за точное измеренное время. Световой день – это примерно 26 миллиарда километров. И только когда начинаешь сопоставлять эти масштабы с привычными расстояниями, возникает чувство, что обычные числа просто перестают работать. Среднее расстояние от Солнца до Плутона составляет примерно 6 миллиардов километров – всего четверть светового дня. На фоне таких величин даже вся наша Солнечная система выглядит крошечной песчинкой в масштабе галактики. Именно в этой маленькой песчинке, вращающейся вокруг средней звезды, 5 сентября 1977 года стартовал Voyager 1. Он начал свою работу как один из двух аппаратов, предназначенных для исследования внешних планет, но вскоре превратился в символ человеческого остребления, выйти за пределы возможного. В 1979 году аппарат пролетел мимо Юпитера, впервые показав миру гигантские вулканические пласты Ио. Открытие, которое навсегда изменило наше представление о геологической активности в Солнечной системе. Год спустя он достиг Сатурна, сфотографировал его ледяные кольца с невиданной детализацией и обнаружил три новых спутника. После этих пролетов миссия Voyager 1 официально изменила экосистему человеческого познания. В августе 2012 года аппарат пересек границу гелиопаузы и впервые в истории вошел в межзвездное пространство. При этом он, разумеется, остается в пределах гравитационного влияния Солнца. Наша звезда держит свои объекты на расстоянии гораздо больших, чем любая планета. Но сам факт, что Voyager 1 покинул область, где солнечный ветер доминирует над межзвездной средой, стал эпохальным. Теперь аппараты изучают плазменные волны, поток космических лучей и магнитные поля. Все эти данные помогают понять, как устроена гелиосфера, огромный пузырь солнечного ветра, который защищает Солнечную систему от значительной части межзвездного излучения. В ноябре 2023 года аппарат столкнулся с серьезной проблемой. Один из чипов без Дейла в его подсистеме полетных данных вышел из строя. Информация, отправляемая на Землю, превратилась в нечитаемый шум. Аппарату было 46 лет, не старый, но уже и не подросток. Никто уже не ожидал, что инженеры смогут восстановить его нормальную передачу. Но команды НАСА и лаборатории реактивного движения смогли сделать невозможное. Они перенесли работающий код в работающий участок памяти и восстановили систему. Этот процесс занял месяцы, ведь любое сообщение к Voyager идет целый день, и еще один день занимает путь ответа обратно. Любая ошибка означает двое потерянных суток. Но слаженная работа команды и выдающийся запас надежности аппаратных систем позволили вернуть аппарат к жизни. В настоящий момент Voyager 1, пока его не разобрали пришельцы, продолжает собирать и передавать уникальные данные. В целом приборы активны. По крайней мере, магнитометр, прибор для регистрации плазменных волн, а также низкоэнергетический детектор заряженных частиц. Эти инструменты позволяют измерять магнитные поля межзвездного пространства и плотность межзвездной плазмы. Информацию недоступны при жестком вакууме лабораторий на Земле или при полетах внутри Солнечной системы. Voyager 1 фиксирует слабые плазменные волны, флуктуации плотности частиц, турбулентность, магнитные поля, а также потоки галактических и солнечных космических лучей. Эти данные – единственное наблюдение межзвездного пространства, которое мы имеем сегодня. И инженеры делают все возможное, чтобы Voyager 1 не отошел в мир роботов раньше времени. Потому что главная проблема – это энергия. Voyager 1 питается трех радиозатопных термоэлектрических генераторов. Ретеги используют тепло от медленного распада плутония-238 и преобразуют его в электричество. При запуске три генератора давали около 470 Вт, крайне мало даже для Т-1000, но достаточно для работы научных приборов. Сегодня мощность упала до примерно 230 Вт. Чтобы аппарат продолжал работать, инженерам приходится отключать все, что возможно, и перераспределять питание так, чтобы Voyager 1 мог передавать хотя бы минимальные данные. Прямо сейчас он продолжает измерять ветер межзвездной среды, исследует магнитные поля, чувствует всплески космических лучей. Все это в условиях, где температура стремится к абсолютному нулю, а плотность частиц меньше, чем в самом лучшем лабораторном вакууме на Земле. По прогнозам, после 2030 года энергию уже будет невозможно поддерживать на нужном уровне, и аппарат постепенно уснет. Но даже после этого он продолжит двигаться дальше, миллиарды лет неся в себе следы Земли. И самый удивительный след – это знаменитая золотая пластинка. На диск поместили звуки природы от шелеста ветра до пения птиц, отрывки музыкальных произведений разных эпох и культур, человеческую речь, фотографии адекватных людей, а также изображения биологического и социального разнообразия планеты. Наш универсальный язык понимания для неизвестного получателя, существа или целой цивилизации, которая, возможно, никогда не будет найдена. Можно не сомневаться, что золотая пластинка непременно оставит свой след человечества в бескрайних просторах Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok